Метро 2033 Сюжет первой части игры по большей части повторял события литературного первоисточника, а потому не нес себе сюрпризов для большинства игроков. С другой стороны, нелепый, нелогичный, противоречащий элементарным законам физики мира книги, на удивление удачно пришелся по плечу своему цифровому воплощению. В рамках коридорного шутера даже неоднозначный сюжет не вызывал вопросов, просто потому что мы видали истории в разы примитивнее. И как-то само собой подразумевалось, что в продолжении, раз уж разработчики решили писать свою собственную историю, прохладная былина о новых похождениях вечно немого рейнджера Артема станет более личной, трагичной, глубокой, драматичной, проникновенной и слезоточивой. Так нам обещали в пресс-релизах. Но нет, в это трудно поверить, однако сюжет стал еще проще и примитивнее. Разработчики, ориентируясь на западного покупателя, наплевали на менталитет братьев-славян, которые таки любят интригу позаковыристи, повернувшись на запад передом, к России задом. Все интриги в игре на одну строчку, зато всюду дефилируют плохие насысты и, что характерно, еще более нехорошие коммунисты. И те, и другие хотят подмять под себя все метро, точат ножи и зубы, строят нехорошие планы. И за всей этой суетой, бессмысленными длинными диалогами-монологами, пустыми персонажами и бесцельными шатаниями героя попросту забываешь, с чего все начиналось и что мы тут делаем. А ведь Артем, он в общем-то, охотится за последним выжившим черным, который непонятно зачем нужен еще и коммунистам. Абсурд! Вообще кажется, что в игре изначально задумывались две параллельные сюжетные линии, но потом их хорошо искромсали топором Акама. В отличие от бритвы Акама, срезающей лишний, топор Акама рубит все подряд, часто не оставляя за собой и зерна здравого смысла. И игра внезапно вообще осталась без сюжета. Перед нами не слаженная последовательная история, а набор случайных эпизодов, сменяющихся с такой скоростью, что следить за ними нет ни желания, ни возможности. Только подумайте, в Metro Last Light что-то около 30 эпизодов, но проходится игра за 6 часов. То есть в среднем на эпизод уходит 5 минут, и при этом роликов и всяких таких сценок в игре часа на полтора. Нужно ли говорить, что такая чехарда напрочь убивает характерную для первой части атмосферу? Весь этот якобы трагизм, вся драма и надрывность такой пестрой кучи навалены в игре, что перестают восприниматься. То есть в Metro Last Light нет того, что в первую очередь отличало первую часть от массы других шутеров. Я говорю о том, что обычно многие называют душой. Нет больше характерной славянской духовности. Нет ее. Что же осталось? Неплохая такая стрелялка с хорошей графикой и даже легкой вариативностью прохождения. Это обусловлено стелсом. Чисто в теории, что касается двуногих противников, во время всего прохождения можно почти не убивать, избегая стычек и только оглушая патрульных. Для этого мы постоянно прячемся во тьме и устраняем так или иначе источники света. Хотя если вы не любитель стелса, то довольно быстро это занятие надоест, и вы начнете бесхитростно отстреливать все живое, что встретится на пути. В этом вся Metro Last Light. Вопреки обещаниям разработчиков, мы получили не трагичную и драматичную историю в сеттинге постапокалиптического фэнтези, а увидели обычный прозападный боевик, мало чем отличающийся от любого типичного военного шутера. Только тут для разнообразия нет хороших американских парней. Зато вокруг сплошные нации и коммунисты, со всеми вытекающими. Да, игра неплоха, может развлечь на вечерок, но не больше. Луч надежды, так звучит ее под заголовок в русской версии. Ну так вот, этот луч надежды упирается прямо в тупик, где уже теснятся многие серии западных шутеров. Удачи и до встречи на Playground.ru! Субтитры создавал DimaTorzok